У Вики Орловой непростой диагноз – ДЦП. Атрофия зрительных нервов и тугоухость. Реабилитации, физлечения, уколы и прочие процедуры для неё необходимы. Но это только пока. Совсем скоро Вика научится летать. Девочка стала участницей проекта Общероссийского народного фронта «Летай со мной». Мы будем в проекте реабилитировать детей с опорными двигательными нарушениями. В нашем проекте задействованы такие специалисты, как реабилитолог, психолог, специалисты АФК. И в комплексе мы стараемся и будем стараться достичь большего результата и прогресса для наших детей. Для начала – еженедельные тренировки по адаптивной физической культуре. С ребятами работает врач-реабилитолог с 20-летним стажем. После подготовительной части детей ждут занятия в аэротрубе. Полёты помогут ребятам научиться управлять своими мышцами, активировать центр мозга. То есть это даёт новую возможность детям почувствовать себя в свободном полёте. Для особенного ребёнка это вообще проблема. Смещая, грубо говоря, он даже переворачиваясь, многие дети теряются. Аэродинамическая гимнастика способствует ускоренному процессу восстановления. Поэтому её применяют в спортивной реабилитации детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В полёте тело учится управлять мышцами. Потоки воздуха идут от скорости от 40 метров в секунду до 80 метров в секунду. Это идёт очень большая нагрузка на каждую мышцу нашего тела. И, соответственно, происходит своеобразный массаж и своеобразное улучшение кровообращения. Мама четвероклассинка Руслана. Надежда не дождётся начала полётов. А пока так же, как и остальные, посещают тренировки. С клиническим психологом Руслан играет в развивающие игры. Ну вот сегодня мы уже прошли, у нас посмотрел реабилитолог, психолог. Всё сводится к тому, что наша мечта сбудется. И я ожидаю от того, что он не только получит эмоциональные, хорошее впечатление от полёта, но ещё его улучшит физическое состояние. Первыми участниками проекта в Ульяновске стали 20 детей. Участие бесплатное. Проект ОНФ был поддержан фондом президентских грантов. Перед стартом проекта был подготовительный этап, где каждый мог подать заявку. Участников выбирала междисциплинарная комиссия. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ. Продолжение следует...